Сенатур С такой немножечко веселой, ну, я надеюсь, всем вам интересной темой, буду рассказывать про Сенатур. Итак, тема неоднозначная Сенатур. Как бы я пытался перевести эту тему с русского, изначальное название на английский, но у меня немножко не получилось, потому что изначальное русское название звучало так. Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. Так о чем будет эта презентация? Собственно говоря, это будет рассказ о сложностях, о возможных граблях, о непредсказуемых ситуациях, которые могут возникнуть, если вы, как я, начинали изучение Ruby с Ruby on Rails. Ну, то есть с Сенатурой изначально были мало знакомы или незнакомы вообще. Собственно говоря, Сенатра. И тут мы приходим к вопросу, почему мы выбираем именно Сенатру. Сенатру мы выбираем, потому что она позиционируется как микро-фреймворк. И когда клиент к нам приходит, говорит, чуваки, мне надо небольшое приложение, вот здесь, вот немножко, вот так вот. Ты думаешь, возьму-ка я сейчас Сенатру, вроде бы она небольшая, маленькая, легкая, сейчас все будет хорошо, приложение-то небольшое. Берешь ты Сенатру, вот. Ну, а дальше рассказ о том, что будет, если ты это сделал. Итак, ну, собственно говоря, мы используем это дело для веб-проекта. Что мы от нее хотим? Ну, и от проекта в целом. То есть мы хотим модели, хотим какой-то VRM, миграции. Что мы хотим еще? Это роуты, желательно, чтобы не хардкодить их. Дальше какой-то assets pipeline, какие-то формы, хелперы для удобной разработки фронт-энда. Дальше необходимо консоль для отладки. Ну, и желательно такие вещи, как код-релот, чтобы не особо заморачиваться, перезапуская приложение. И это очень напрягает в процессе разработки. Что еще? Ну, желательно наличие ЦСРФ, каких-то security апдейтов, чтобы сделать себе жизнь проще, чтобы вас не заспамили в первый же день релиза вашего проекта. Что еще? К прочему, я бы отнес еще цену поддержки. Немаловажный фактор на самом деле, но к нему мы вернемся немножко позже. Итак, собственно говоря, начиная с моделей. Что мы имеем в рельсах? В рельсах у нас всем вам известный ActiveRecord. Что же мы имеем в Синатре? А в Синатре мы имеем Джереми Иванса, правильно? Ну, то есть здесь есть вариант, конечно. Вариант или ActiveRecord, или сиквел. Ну, так как мы выбираем быстрое и легкое решение, здесь разговор пойдет конкретно о сиквеле. Собственно говоря. То есть мы берем его тоже из-за того, что вроде бы как легкое, маленькое решение, которое легковесное и быстрое. Для маленького проекта, повторюсь. Вот. Ну, какие плюшки? Ну, такие. Я для примера взял. Это, ну, не есть какая-то догма, просто какие-то для примера плюшки. То есть, ну, какие-то Dependent Options мы используем довольно часто. Тот же Dependent Destroy, 0.5 и так далее. Что еще? Counter Cache, да, тоже еще полезная вещь, которую все пользуются. Что же мы имеем в Синатре? Да, есть Dependent Options. Ну, ты идешь такой гуглишь, ты с Синатрой не знаком, хоп, Dependent Options, раз, прописал, они работают. Они работают почему? Да, все правильно. Они работают, потому что это плагин, потому что ты его забыл подключить. Как это, ну, с сиквелом приходится все подключать. Собственно говоря, Counter Cache, ситуация такая же. Ты такой раз, хоп, Counter Cache есть, модель написал, все хорошо, а опять не работает. Ну, собственно говоря, тебе тоже его нужно было подключить, ты об этом как бы изначально не догадывался. Потом нагуглил, да, потратил какое-то время на это. Ну, как-то получается, что ты во время разработки, ты как-то строишь немножечко свое будущее через тернии. То есть, вроде бы все есть, все хорошо, но ты постоянно с этим борешься, ты постоянно что-то подключаешь. Если да, ты знаком хорошо, может, с Синатрой, у тебя не возникнет таких сложностей. Ну, в первый раз, к сожалению, это происходит. ОРМ. Ну, здесь Active Record. На помощь ему немножко приходит RL. Все мы это знаем, как бы, ну, говорить об этом смысла мало, много. Вот. Что же мы опять имеем в Синатре? В Синатре мы опять имеем Джереми Иванса. Собственно говоря, сиквел. Сиквел довольно мощная штука. Тоже много о нем говорить не буду, кто в курсе, тот знает. Но в сиквеле есть довольно интересные вещи, которые, ну, может быть, кто-то не знает, кто знает, повторю. Сиквел ПГ довольно интересный гем. Это реализация сишных, сишная реализация некоторых лупов, которая ускоряет запросы в несколько раз. Ну, на выборку, там, в частности, селекты и так далее. То есть, очень интересный гемчик. Дальше. Куча плагинов в сиквеле от самого, там, Джереми Иванса, от комьюнити. Для работы с джейсонами, с деревьями, с хэшами. Ну, плагинов очень много, то есть, все я их не перечислю. Ну, возможности очень богатые. Ну, что получается по сиквелу? С сиквелом надо уметь работать. То есть, ты должен изначально понимать, чего ты хочешь от SQL, а какой SQL ты хочешь. От этого уже отталкиваться. То есть, если в RL ты написал, там, users all, хорошо. Да, в сиквеле тоже можно, все хорошо, users all. Но если что-то более сложное, то сиквел, конечно, тебе поможет, но ты должен представлять, что ты хочешь на выходе, какой SQL. То есть, сиквелом надо, он очень хорош, очень гибкий, но с ним надо уметь работать. То есть, надо представлять, что ты от него хочешь. Ну, соответственно, сиквел это как-то вот так. Довольно мощная штука, серьезная, но надо уметь. Дальше. Миграции. Ну, опять же, task db-migrate, все мы тоже знаем, все мы им неоднократно пользовались. Что же мы имеем в Senatri? В Senatri у нас тоже есть миграции, SQL migrations. Но с ними возникает небольшое неудобство даже. Я бы не сказал, что проблема, это не проблема, но неудобство. Ну, допустим, у тебя там коннект к BD ты не помнишь, или у тебя там какой-то контейнер сложный с каким-то длиннющим коннектом к BD, там, мега-пассвордом и так далее. Тогда тебе хочется немножко это дело упростить. Чтобы это упростить, ну, можно вот так вот поступить. Написать такой task, который, по сути, оборачивает SQL migrations и превращает его в рельс-подобные миграции. Да, все, в принципе, несложно. Тут пять строчек кода, там, обернули все это дело, хорошо, и у нас появился RakeDB Migrate, ну, рельс-подобный. Как бы все неплохо, но на самом-то деле это все равно написание велосипеда получается. То есть, ну, SQL заставляет тебя. Ну, не обязательно, конечно, это делать, но если ты хочешь удобно, то тебе придется. Дальше, дальше роуты. Ну, собственно, рельсы роуты уже существуют, в них встроенный роут, которым тоже, ну, как бы все в курсе, все знают. Что имеем в Сенатре? Ну, например, опять же, не догма, но один из интересных гемов. Ситуация тоже интересная. То есть, нашел вот Сенатра Мо, интересный гем. Дальше, ну, подключил его, соответственно, и у него довольно интересная функциональность. Ну, здесь именно подключение приведено. Вот примерный список функций его, это выдержка из их ритми кусочек. Вот, то есть, мы видим там все. И хелперы, и роуты, что немаловажно, чтобы не хардкодить роуты по Сенатровскому приложению. Не размазывать их. Тут же и мейлер, тут же и варды наутификейшн. То есть, очень много всего полезного. Кажется, вот она, вот она серебряная пуля, все хорошо, все классно. Но, но, тут возникает такая печалька. Активная разработка гема остановилась, к сожалению. Конечно, да, человек там принимает пулл-реквесты и так далее. Ну, то есть, не умер, но разработка остановилась. Я не знаю, может быть, есть более интересные гемы, кто-то, может, знает, более активно поддерживаемые. Ну, вот это то, что попался из таких довольно функциональных под Сенатру. Увы, с ним вот такая вот история случилась. Дальше. Ассет с Paypoint. Собственно говоря, в рельсах он есть, да, мы им пользуемся. Что же нас ждет в Сенатре? В Сенатре есть тоже гем. Все не проблема, все можно подключать, все можно пользоваться. Вот. Ну, опять же, это все надо взять и подключить. То есть, у вас не работает это из коробки. Вам надо этим заниматься. Тогда вы можете использовать уже спрокетс-хелперы и прочие штуки из асетов. Форум-хелперы. Собственно говоря, Action View. Он большой, монстроидный Action View. Может быть, кому-то нравится, кому-то нет, но функциональность у него очень богатая. Что же мы имеем в Сенатре? Собственно говоря, да, в Сенатре мы опять имеем Джереми Эванса. И что это? Это Gameformer. Вроде бы тоже ничего интересного. Интересные хелперы там. У него все довольно богатая функциональность. Ну, как бы это все до тех пор, пока вы не совершите вот такую вот ошибку. Попытайтесь его использовать вместе со Slim. В принципе, тоже работает. Я не скажу, что все плохо. Ну, то есть, на каких-то базовых формах работает. Но начинаешь дальше писать, у тебя возникают непредвиденные ошибки. Все это дело реально глючит. Когда я попытался погуглить, собственно говоря, нашел момент Джереми Эванса, о котором он сказал, что он не является активным пользователем Slim. Поэтому, если поддержка Slim есть, то, как бы, ребята, вам повезло. То есть, ну, он ее внедрять не собирается. Вот. Ну, то есть, со Slim печаль. Если у вас не Slim, тогда да, тогда это для вас хорошее решение. Кодлоат. Собственно говоря, немаловажная вещь. В процессе разработки, когда вы по тысяче раз пишете какие-то новые штуки за день, ну, вам, может, банально, надо есть прерывать приложение и запускать. Каждая секунда, и это на тысячу раз помноженное. За день это будет очень много. Собственно говоря, в рельсах, если не production environment, то кэш выключен по дефолту. Ну, и у нас кодлоат уже есть. Собственно говоря, модели перегружаются и так далее. Что мы имеем в сенаторе? Есть проект сенатора Reloader. Опять же, то есть, мы его можем подключить, можем его конфигурировать. Но, скажу честно, с сенатором Reloader не сложилось. То есть, вроде бы, вот все есть. Все конфигурируется. Конфигурируется, что мы можем релодить, что не надо релодить, какие файлы. Но вот не работает и довольно сложно. Оказалось, его запустить. То есть, штука вроде бы должна работать, но не получается. Возможно, у кого-то другой опыт. Я не знаю, как бы. Я рассказываю то, что получилось у меня. Еще один интересный гем — Rerun. Этот гем, скажу сразу, решает проблему Reloader, но он полностью перезапускает приложение. Его можно, в принципе, обернуть в какой-то проц-файл, запустить через Forman. То есть, ну, не проблема, как бы, все это есть. Ну, тоже еще одно решение. Вот это реально рабочее, но перезапускает полностью все приложение. Ну, вот таких два решения. Ну, и как-то вот так себя чувствуешь с перезагрузкой кода в сенаторе. То есть, ты помучался, помучался с сенатором Reloader, у тебя не вышло. Ра-ра, но тебя постоянно дергает приложение. Вот, ну, как-то так. Собственно говоря, консоль. Ну, опять же, о рельсах тоже рассказывать много не буду. Есть RLC, который все знают, который все используют, я надеюсь. С которой грузит вам все окружение, все модели. В сенаторе, как такового, его нет. Есть интерпретатор, в который мы рекуем ваш сенатор-аппликейшн. Опять же, АПРБ, ну, для примера. Вот. Но если вдруг вы пошли к модульному приложению, то есть у вас вся история о том, что ваше приложение растет. Вам нужна какая-то модульность, вам надо разносить код. Если вы пошли к модульному приложению путем конфиг.ру, ну, вот, например, такой пример. То есть вы вынесли в несколько файлов ваше приложение, вот, как-то его структурировали. Собственно говоря, у вас уже, вы наступаете себе на ногу, как бы вы не можете уже реквайрнуть этот АПРБ, этот самый. У вас нет уже одного файла. То есть, ну, вы выстрелили себе в ногу. Потому что вы все разнесли по нескольким, и у вас уже нет. Более правильный путь модульного аппликейшн не через конфиг.ру, ну, я не знаю, может, не более правильный, но более удобный. Собственно говоря, наследоваться от сенатора бейса. Вот. Ну, вот таким образом, как я привел пример. Тогда, да, тогда у вас остается возможность реквайрнуть этот файл, ну, и загрузить его в интерпретатор, чтобы там дебажить. Спеки. Опять же, ну, пример. Просто потому, что мы в рельсах привыкли юзать терспекрейл, там, тернып или кукумбер, с фэктори-ботом. Опять же, фэктори-бот, ну, де-факто стандарт практически. Если по старой памяти ты пытаешься его использовать с сиквелом, тебя, опять же, ждет вот такая вот маленькая ошибочка. Ну, тоже ничего страшного, как бы все хорошо, ну, просто нет метода сейв с восклицательным знаком у него. Есть фуллбеки на это дело. То есть, тоже все не проблема, все решаемо. Там также есть в сиквеле плагины для совместимости с активрекордом. То есть, ну, в принципе, все можно решить, все можно сделать. Ну, опять же, вы изобретаете. Вы снова изобретаете, вы с ним боретесь с фэктори-ботом. Ну, по факту есть еще, да, интересные более гемы там, фэктори. Не обязательно использовать фэктори-бота. То есть, это я просто привел такой пример, потому что он, ну, по старой памяти рельс, так сказать, первым всплывает. Еще одна штука CSRF, ну, и желательность своевременных секьюрити апдейтов. Собственно говоря, в рельсах, опять же, есть CSRF-токены встроенные. И, опять же, большое комьюнити. Соответственно, народ следит за обновлениями, за issue, security issue. И, ну, довольно своевременные апдейты выходят. Ну, скажем так, относительно своевременные, но есть. Что мы имеем в Сенатрии в плане CSRF? Есть CSRF, GEM, REC-CSRF. Все тоже не проблема, все тоже подключается, опять же. Ну, тут еще такая штука, что вам надо его не забыть, постоянно его использовать, таскать этот хелпер по всем формам или оборачивать там в какие-то другие формы, вот. Ну, если вы, допустим, не используете форме для построения форм. То есть, ну, вам его надо таскать за собой, таскать и все время инсталлить, добавлять в каждую форму. Как-то так получается. Вот. Ну, и последний такой вопрос о неоднозначности. Это цена поддержки. Собственно говоря, с рельсами у вас получается большое приложение, ну, изначально большое. Ну, быстрый старт, все уже на готовых решениях зачастую. То есть, вы не изобретаете велосипед. Вам не придется каждого нового человека обучать езде на вашем велосипеде. Банально. Вот. Собственно говоря, с синатрой все тоже неплохо, но если вы кучу велосипедов изобретете, и у вас ушел человек на поднятие проекта, на обучение нового сотрудника, у вас уйдет, ну, просто немеряно времени, это все выльется в конечную цену продукта, в трудозатраты. Ну, и цифры про комьюнити, ну, такие. Конечно, они не сильно о чем-то говорят. Цифры просто с гитхаба. Я думаю, все их видели, все знают. Но это, опять же, в копилочку поддержки. Чем больше комьюнити, тем вы быстрее найдете ответ на свой вопрос. Вы не останетесь один. Собственно говоря, в рельсах цифра несколько дней назад вот такая была. Вот. Вот в Сенатри... А, ну Джереми Эванс тут опять, ну, что такое. В Сенатри цифра в 10 раз меньше. Ну, конечно, это не говорит абсолютно о размере комьюнити, но это косвенные такие показатели, на которые можно ориентироваться. То есть, о чем, собственно говоря, все это было? Выбирая фреймворк для своего маленького, казалось бы, маленького приложения, не наступайте на грабли. Вы берете микрофреймворк, но вы в него огородите все то, что есть уже в нормальном фреймворке, но при этом тратите время, тратите свои силы, ну, в итоге деньги, конечно, на построение велосипедов. Поэтому и топик назывался неоднозначно Сенатри, собственно говоря. То есть, она как микрофреймворк, но микроприложений зачастую не бывает. Если клиент пришел к вам, сказал, мне нужна одна страничка, то завтра ему их нужно будет две. Ну, так бывает в жизни. Ну, на этом все. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.